доброе утро друзья я нахожусь на набережной ялты сегодня 2 декабря 2021 года и пробыв ялте неделю встретить здесь новый год я снова возвращаюсь на большую крымскую тропу сегодня может быть завтра или там два-три дня я планирую идти вдоль моря по населенной местности а дальше обратно подняться в горы погода сегодня просто замечательная уже с утра очень тепло и солнечно что я слабора пока а так всегда с ялтинской набережной я направился мимо морского вокзала в сторону массандровских пляжей на самом деле на большая крымская тропа сейчас часть ее уходит в сторону бахчисарая и симферополя но этот кусок трассы я решил не идти потому что в горах сейчас будет прохладно опять облачность и смысла я для себя особого не вижу зато сейчас пока пока стоит хорошая отличная погода можно прогуляться вдоль побережья возможно даже пару дней покупаться ну и насладиться морскими пейзажами морским бризом запахом моря поэтому буду двигаться максимально близко к морю насколько позволят мне дороги потому что застройка в районе ялты она очень очень плотная и не везде можно подобраться к морю или пройти вдоль него но буду пытаться и таким образом дойду до алушты от массандровского пляжа поднялся чуть-чуть вверх на улицу дрожжинского чтобы обойти застройку вдоль пляжа там располагается какой-то отельчик вроде ну и прочие там как бы постройки городской принадлежности очистные сооружения поэтому я сейчас обойду верхом и подальше спущусь обратно на пляж к морю а вот собственно и территория парк отеля актер который преградил мне путь отжали себе кусочек пляжа у моря и поэтому приходится обходить вдоль улицы над морем по которой я обхожу всякую застройку пляжную располагаются пансионаты и отели в том числе ялта ин турист кстати цена за номер в нем составляет примерно четыре с половиной тысячи вот сейчас зимний период а вот почему друзья мои я не иду вдоль моря по пляжу а поднялся выше потому что на береговой линии по настроенной всякие заборы ограждения частные территории волнорезы бетонные сооружения и тому подобная хрень ну и раз уж у нас речь зашла о ценах проведу еще несколько примеров я снимал однокомнатную квартиру в центре ялты в пяти минутах ходьбы от надбережной за тысячу рублей точно такую же квартиру можно снять и за три это в зависимости от того как договоришься хостел же до нового года стоил 500 рублей а в новогодние праздники уже 700 о и и и и и а вот и первый земель я попался ну точнее говоря автомобиль из владимира стоит у пальма дэла мара отеля какого-то или апартаментов кто-то себе строил замок строил строил да не достроил может посадили может обанкротился может быть и помер но сооружение надо сказать планировалось весьма грандиозная увидел с дороги указатель сторону моря где было написано ялтинский яхт-клуб и решил подойти посмотреть и взору моему открылся ялтинский порт где собственно да располагается небольшая марина где стоит несколько яхт и собственно большие щи экраны погрузочные к этому моменту прошел наверное километров семь я остановился небольшом кустарнички с видом на ялтинский морской порт чтобы передохнуть и вот что я вам скажу после праздничной недели проведенной в ялте сытного и неправильного питания нескольких бутылочек пива первые километры даются очень нелегко организму снова приходится втягиваться пеший режим похода с резаком плечи спина уже ноют но это будет продолжаться всего лишь два дня первых а потом организм привыкнет и все наладится но пока буду делать остановочки небольшие хотя бы на 5-10 минут тем более что погода вообще шикарная сейчас бы конечно выйти на пляж но может быть через нескольких километров у меня это получится сделать и если он будет достаточно диким можно даже искупаться обошел застройку и т.д. точнее отчерестные сооружения и спускаюсь одной из курортных улочек к морю по крайней мере на мэп сми данная тропа указана в целом это совпадает с реальностью и собственно вот уже сейчас покажется набережная ну и конечно же куда же без шлагбаума все обязательно нужно перекрыть закрыть огородить чтобы никто не пролез бесит просто от это застройка дебильная и русский менталитет вот если взять любую там курортную страну абсолютно все подходы к морю открыты и нет никаких препятствий гулять где хочешь здесь же все огорожено и хотя вот сейчас я уже вышел к морю и двигаюсь вдоль него вопрос по прежнему открыт сколько насколько долго я смогу пройти по этой набережной до того как упрусь какой-нибудь очередной непроходимый забор ну что ж похоже предчувствие меня не обмануло и и совсем скоро я уперся в закрытую калибку так что все придется опять искать выход с территории этих частных бесконечных гостиниц и отелей с территории отеля где я уперся закрытую калитку я его курился через кпп охранник открыл мне ворота и указал в сторону трассы сейчас я вышел на урочище магарач вот это собственно такая вот поляна похоже виноградники высажены здесь а вот трасса пролегает дед вот судя по всему придется подниматься туда потому что вдоль моря дороги нет и еще сотрудница отеля сказала мне что здесь где-то находится дача бывшего президента украины януковича и соответственно пройти не получится все иди сюда иди сюда только дать мне нечего ну иди сюда иди сюда трус трус ты пёс еще и блохастый похоже с рюкзаками хрен станешь снова вышел на трассу дрожжинского и опять обхожу забор и охраждение отеля кстати вот сзади меня подъем в ботанический сад но туда я не пойду не хочется лезть вверх ну и собственно думаю что цветы нам с вами не особо интересно там деревья поэтому сейчас пойдем лучше обратно попробуем выбраться к морю на мыс никитский или на мыс никитина как дорожка провела меня в детский развлекательный парк затерянный мир вход который стоит 300 рублей но мне туда не нужно и чуть-чуть левее уходит тропка на мыс никитский и на мыс мартиан вот собственно туда я и направляюсь время сейчас уже два часа и потихоньку бы нужно подыскивать место для ночевки чтобы не оказаться в 5 часов когда стемнеет посредине города или посредине улицы какого-нибудь густонаселенных но не знаю как у меня здесь это получится учитывая то что как раз вот это вот место от ялты до луста она самая застроенная практически нету диких уголков с другой стороны если мыс окажется довольно диким безлюдным местом то возможно я поставлю палатку именно там несмотря что на то что сейчас как бы для этого рано но зато спокойно проведу ночь ну а вот и первое за сегодня горная тропка на пути к мысу забрался в лесок сейчас посмотрим куда меня приведет эта тропка блин какой же сегодня чудесный день стоит просто жара неписуемая градусов 20 по любому не меньше на солнце хух очень тепло кайфово кстати в начале уже непосредственно тропки которая спускается к мысу стоит всегда забор и грозная табличка проход проезд запрещен поверх которой уже написано из баллончика запрещено запрещать ну и правильно природа все-таки достояние человека и какого хера тут всякие запреты я не фотки делаю ну что ж друзья очередная неудача нас с вами постигла не успел я пройти по тропинке 20 метров как не на встречу выполз лесник показал ксиву и сказал что ходить здесь нельзя что это природные заповедние заповедник и здесь находиться запрещено на камеру естественно сниматься не захотел никаких по рововых нормативных актов мне не назвал не показал просто сказал что это вот территория ботанического сада и соответственно проход воспрещен вот и сейчас соответственно иду по тропинке вдоль этого заповедника пытаюсь выйти ну обойти его в общем конечно ну на самом деле это следовало ждать я примерно что-то на что-то подобное рассчитывал ну собственно хотел еще раз в этом убедиться и показать вам вот собственно написано что это государственный природный заповедник мыс мартьян территория охраняется собаками и они вас по-любому там загрызут до смерти если вы туда пойдете а если не загрызут собаки то загрызут злобные егеря вот такой вот расклад ничего в россии в том числе украине обычному человеку нельзя зато можно все абсолютно богатым олигархам которые настроили себе дач собственно рядом с этими всеми ботаническими садами и на побережье черного моря посидел сейчас на лавочке отдохнул проштудировал карту и принял решение подниматься от моря в горы по той простой причине что после этого самого никитского ботанического сада начинается дача олег первого олигарха виноградники его же несколько пансионатов и санатория дальше гузов и огромная территория артека собственно силу этих причин побережьем там уже все равно не пройдешь а вот горами над трассой которая вот сзади меня сейчас идет в сторону керчи по побережью как раз пройти можно поэтому сейчас пробую подняться и подсечь горную тропу и уже под ней двигаться кстати дальше судя по картам должно быть не два озера одно из них черепачье называется другое как-то еще надеюсь что там тоже очень будет красиво ну и соответственно пора уже найти место под палатку а вот я уже поднялся на достаточную высоту вышел из-за холма и моему взору пристала известная года гора кородак визитная карточка крыма вот она во всей своей красе я небольшая поправочка гора называется аюдак но от того она не менее красивая тут какой-то кстати хрен знает то ли дачный поселок то ли чего-то такое маленькие избушки стоят из камня и везде разруха и и бардак царит но сейчас я зайду в лес и думаю будет уже все нормально с природой ну вот забрался на горку и в небольшом леске наметил себе место для ночлега сейчас быстренько перекушу перемешками вчерашними отдохну и если все в округе будет спокойно постановлю палатку между камней место это хорошая тем что здесь открытые склоны везде а вот этот вот лес и камни если что укроет меня от ветра а ветер в горах дело такое может начаться в любую минуту ух после долгого и тяжелого дневного перед переходом снова пришло то радостное чувство которое всегда приходит ко мне когда нахожусь в походе это вот чувство спокойствие безмятежности уединение с природой с собой приходишь какую-то гармонию с окружающим миром и наслаждаешься каждой секундой что ж я уже установил палатку и скоро полезу в свой плащовый домик отдыхать сегодня выдался трудный день потому что он был первый и пришлось втягиваться в новый походный ритм поэтому лягу пораньше чтобы как следует выспаться ну а над крым тем временем опустился вечер солнышко запустилась за горизонт оставив после себя розовую дымку над морем и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»